Тираж 300 экземпляров и печать за свой счет. В Кирове состоялась презентация книги об истории художественного училища имени Рылова. Автор – искусствовед и преподаватель этого училища Нина Сметанина. Почему в наступивший год литературы и в год 70-летия Великой Победы книги на актуальные, юбилейные темы приходится печатать на свои кровные, не рассчитывая на помощь властей? В проблеме разбирался Иван Швецов. Нина Сметанина проделала очень тяжелую, но нужную работу. Два с половиной года она, можно сказать, прожила в архивах, собирая по крупицам всю историю Кировского художественного училища. С момента его основания по наши дни – это был труд подвижнический, труд летописца. В результате появилась эта книга, которую нужно вручать каждому первокурснику, чтобы он не был Иваном, не помнящим родства, знал, на чьих плечах стоит его альмаматор, какие выдающиеся живописцы жили в Вятке. Формальным поводом к изданию стал юбилей художественного училища, которому в декабре 2014 года исполнилось 50 лет. К юбилею подошлось все так близко, что уже не до грантов. Уже нужно было в 1 сентября фактически ее приготовить, и мы ее только сдали в печать в октябре. Какие уж, чтобы гранты, когда их искать. И потом, обычно я одна это делаю, помощников не бывает, я просто не успеваю. Книгу пришлось издать ничтожно малым тиражом. Всего 300 экземпляров. Выбить из бюджета деньги под печать – задача непростая. И для историка, для писателя порой проще и быстрее заплатить из своего кармана, чем пройти через томительные административные процедуры. Сейчас Нина Сметанина подготовила к выходу в свет другую книгу, которая особенно актуальна в год Великой Победы. Это уникальное, в своем роде иллюстрированное издание о подвиге советских солдат. Я подготовила 400 страниц этого текста с большей информацией по Великой Отечественной войне. И они, события Великой Отечественной войны, проиллюстрированы произведениями искусства советских художников, которых огромное количество просто. И они, собственно, идут сейчас по тексту, как бы хронологически дополняя те события, которые там происходили. На издание этой книги денег тоже нет. Цветная полиграфия – дорогое удовольствие. Но если не в год 70-летия Великой Победы, то когда же еще ее издавать? Иван Швецов, Игорь Охотников, Вести, Киров.